Друзья, всем привет! Звучайный хлопец! И смотрите, перед началом видео я хотел бы вас попросить помочь моему другу Андрюхе, да? Я вам уже про него рассказывал, как его силком законопатили на ноль. Сейчас он уже на нуле, и скоро они выдвигаются в бой. Значит, им выдали бронежилеты, но эти бронежилеты, друзья, деревянные и весят по 100 кг веса, то есть не какущие. Выдали, лишь бы выдать, да? То есть он говорит, невозможно в нем бегать вообще никак. Ну, не 100 кг, конечно, но там килограмм 15, что-то такое он говорил. И нужно помочь ему собрать, он попросил на бронежилет. На бронежилет улучшенного качества, да, какого-то нового какого-то поколения там, да. Он скинул ссылку на интернет-магазин «Розетка». Я оставлю это все в описании, да. Где находится этот бронежилет, он стоит 25 тысяч гривен ровно. Точнее, 24 900. Вот. Его реквизиты, то есть счет и карту банка, да, я тоже оставлю в описании под видео. Друзья, это не мне, это не мне. Мне ничего не надо пересылать и так далее. Это Андрюхи. Вот. Многие иногда пишут, что хотят мне помочь, да, вот старая карточка не работает, все дела. Я-то новую карточку поставил в описании, да, но мне помогать не надо. Мне писали, давай тебе велосипед купим, да, компьютер и так далее и тому подобное. Друзья, мне ничего помогать не надо. Мне абсолютно ни копейки не надо. Если хотите помочь, помогите Андрюху. Считайте, что он мой брат, помогите ему собрать на бронежилет, чтобы, то есть он не просит на кофе, да, на приставку Sony PlayStation и так далее, да, он просит на очень важную вещь, да, которая поможет ему сохранить жизнь. То есть вещи серьезные. И так что, друзья, попрошу вас подключиться, кто чем может, да, кто сколько может и у кого есть желание и возможности. Ну, не у всех, конечно, есть возможности, да. У меня у самого возможностей, ну, фиг да нифига. Ну, сколько смог, столько отправил. Вот, потому, друзья, давайте скинемся. Только, друзья, не надо писать, если кто захочет написать, ой, нафиг надо, сам виноват, все дела. Лучше просто не пиши. Лучше просто не пиши. Просто промолчи. Потому, кто сколько может, кому не жалко, да, кому там, ну, не купить пачку сигарет, да, а закинуть Андрюхе на бронежилет. Потому, потому, что в такой ситуации может оказаться уже завтра каждый из нас. Вот. Так что, все его реквизиты. И он этот пост с просьбой о помощи выложил на свою страничку в Facebook. Ссылку на страничку я также оставлю в описании. Я уже только что заходил, он уже выкладывает отчеты, да, кто сколько прислал, все дела. То есть, это, друзья, не кому-то там, да, некой организации непонятной, да, на какой-то пикап, да, и так далее. Когда вы высылаете на пикап, а эти пикапы ездят по городу, да, разрисованные крестами, свастиками и так далее и тому подобное, да, почему-то они не на фронте. Я не говорю про всех, да, есть такое, что действительно доставляет эти пикапы на фронт, и ничего говорить об этом не буду. Возможно, есть хорошие организации, Никидаловы и так далее, да. Вот, а это конкретный человек, он снимался в моих видосах, мы с ним вместе работали грузчиками. Вот, это конкретный человек, мой друг, и ссылка на его YouTube-канал у меня тоже в описании, но он уже давно туда ничего не выкладывал. Вот, так что вот такая вот тема, друзья, подключайтесь с миру по нитке и поможем нашему братишке собрать на качественный бронежилет. Вот этот бронежилет новый, да, нового поколения, он весит всего лишь, не помню, 5 или 6 килограмм. Во-первых, прочный, а во-вторых, лёгкий. Вот. Тема такая, вот я вчера выкидывал видео, снова эти звуки были, ночью, да, и я этот видос выложил также в TikTok, и он набрал там дофига просмотров, дофига тысяч просмотров. Много там комментариев тоже было. В чём прикол? Прикол не в том, что много просмотров, да, вот, а прикол в том, что люди писали, что такие звуки, друзья, вот эти стрёмные звуки, слышали по всей Украине вчера ночью, по всей Украине. И там такие комментарии, да не волнуйтесь, вчера ж в Телеграм-канале, там, в каком-то там, Суспильно-Чернигове, или что такое там, да, новости Чернигова, там, да, писали, что не волнуйтесь, будут стрёмные звуки, мол, это запускаем ТЭЦ, или спускаем пар, или что такое, да, что вы волнуетесь. Но, прикол в том, что люди там отписали, а у нас писали в новостях, да, в каких-то официальных страничках, да, что это истребители летают, не волнуйтесь, будут такие звуки, да, истребители летают. Кто-то писал там из сельской местности, а нам написали, что это некую, мол, скоро весна, да, гонят комбайны, или что такое, вот это вот тяжелая техника едет, да, то есть в каждый регион забрасывают свою мульку, так что же это такое, ТЭЦ это или комбайны, или это самолеты, или это ракеты, что это такое, под каждый регион пишут свою тему, потому что там, где нету ТЭЦ, да, что-то надо писать, да, потому что люди будут задаваться вопросами. То есть я сейчас не берусь утверждать, что это апокалипсис, звуки апокалипсиса, трубы там какие-то, и так далее, и тому подобное, да, не буду утверждать, я в этом не спец, но давайте помозгуем, что же это может быть, и как такое может быть, что эти звуки вчера слышали, вчера, позавчера, по всей Украине, одновременно. Вот, там девушка или женщина писала, что, ой, живымо в лисе, в горах, да, на высочи, ну, где-то, короче, очень высоко там, да, и у них хутор, и тоже такие звуки, что спады было неможливо, и голова болела, да, то есть там тоже, получается, ТЭЦ стоит, да, вот, как вы на это, что вы на это скажете? То есть, если там нету ТЭЦ, в горах, да, на какой-нибудь Гаверли, да, то что же там такое могло быть? Вот, и писали люди из Донецка, и Луганска, и Львов, Ровно, Кривой Рог, Киев, Черниговская область, Сумская, короче, Черкат, все слышали, Одесса, все слышали эти звуки. Так что же это такое может быть? Кто-то говорит, я ничего не слышал, да, вот, ну, может, спал, да, металлопластиковые окна, и так далее, и тому подобное. Но слышали это, опять же, и в селах, и в хуторах, и в горах, и в морях, и в лесах, где только не слышали эти звуки. Вот такая вот тема. То есть я не спорю, возможно, это ТЭЦ. И один там написал, кто-то тоже написал, так до этого, да, лет, опять же, 10-20 лет назад, 30 лет назад, таких звуков, ну, никто не слышал. Почему сейчас такие звуки, если это ТЭЦ, да? Допустим, в горах стоит ТЭЦ, да, на самой Гаверли стоит ТЭЦ, не знаю, что он там гоняет, ну, воздух гоняет, деревья перерабатывает, да, вот, и, допустим, что везде стоят ТЭЦ, и они одновременно начинают спускать пар, да? Вот, почему раньше таких звуков не было? Писали там, что люди, я живу непосредственно возле ТЭЦ, никогда таких звуков не слышала, тоже женщина там написала. Вот, и там один прокомментировал, так просто раньше ТЭЦ были одной формат, ну, не информации, а, то есть, другое оборудование было более застарелое, там, и так далее, а сейчас новые системы, новые оборудования, механизмы, потому оно издает такой звук. Но, опять же, а там, где нету ТЭЦ? Вот, такая вот тема, опять же, я сейчас не буду утверждать, что это психологическое оружие, то есть, давят на психику, и так далее, этому подавляют, там, волю, да, нагнетают страх, и так далее, не буду сейчас утверждать, но все может быть, да, все может быть. и многие написали, что, когда они слышат такие звуки, поначалу, после этого, через какое-то время, начинается дождь. Ну, я отписал, да нет, никакого дождя нету, только отписал, выглянул в окно, дождь идет, моросит дождь. Я не знаю, может, и меняют погоду, может, я не знаю, кто-то там написал, америкосы испытывают какое-то оружие на полигоне, я не знаю, короче, у нас. Ну, не знаю, короче, вот такая вот тема, друзья, и еще раз попрошу, давайте поможем моему дружбану, Андрюхе, нашему братишке, вот, собрать на качественный бронежилет, потому что, ну, вопрос жизни и смерти, серьезная тема, опять же, мне ничего, вот, кто, опять же, хотел мне помочь, да, некоторые там, постоянно писали, ну, давай, ну, помогу, ну, что ты карточку свою не даешь, да, что ты не хочешь там, да, вот, Мишаня писал, я там собрал тебе, ну, компьютер, да, там, могу выслать, все дела там, да, ну, я не могу такие подарки принимать, не могу, потому что, ну, ладно, там 100 гривен, там, да, 1000 гривен еще, да, ну, вот это когда оно выше тысячи, я не могу принимать, потому что, ну, от незнакомых людей, ну, фиг, мне неудобно, потому что и время, и понятно, если бы все сейчас были более-менее зажиточные, ну, высылайте, так высылайте, да, вот, тем более я не прошу люди сами, ну, когда сейчас сложно, лучше оставьте себе, но если уже хотите помочь, помогите там, задонатьте там 200-500 гривен, там 100 гривен, 50 гривен, Андрюхи на бронежилет, он все по-честному выставляет уже, пошли донаты там, да, он выставляет все это в фейсбуке, на своей страничке, я эту страничку, опять же, оставлю в описании, все его реквизиты тоже в описании, ссылку на магазин тоже оставлю в описании, все, друзья, вот такая вот тема, думаем своей головой, пишем в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по поводу этих звуков, что это может быть, интересно подискутировать, да, вот такое вот, обеспечение у наших воинов, да, то есть, палкой мы тебя долбанули, да, отправили на ноль, а обеспечивать, ну, на тебя пару рожков, он там что-то в видосе показывал, да, несколько пачек патронов, батончики и две гранаты, вот это да, человек идет в бой, две гранаты и пару пачек патронов, зашибись, просто зашибись, вот, а сами ходят, туда ж не идут, туда ж не идут, вот, и броник дали, 15 килограмм, я не знаю, как человек будет выкручиваться все эти маневры, пятнашка, плюс рюкзак, плюс калаш, плюс патронтаж этот и так далее, там килограмм 30, а то и больше, а то и больше, плюс одежда зимняя, да, плюс берцы, это вообще жесть, там, наверное, килограмм 50 человек на себе носит, и это нужно маневрировать, и так далее, и тому подобное, потому, не 15 килограмм, или 13, не помню, сколько он написал, да, а 6 килограмм, 6 килограмм, это уже, ну, хороший результат, да, по сравнению с тем, вот, так что, друзья, все, друзья, всем показывай, чайный хлопает на звеску, работаем, все, всем мира, всем добра, и еще раз, давайте поможем Андрюхе, опять же, с миру по нитке, да, для вас это там 100 гривен, да, а Андрюхе это жизнь, вот, потому, надеюсь, что он скоро вернется сюда, запишем совместный видосик с ним, и он вас всех отблагодарит, будем клепать вам видосики, веселить вас, и рассказывать какие-то интересные истории, все, друзья, работаем. Субтитры создавал DimaTorzok